Ну, я готова ехать на УЗИ. Сейчас звонил Костя. Все за меня переживают. Так, серьги одела, губы красить не стала. Всё равно маску сейчас оденешь. Сейчас Толик приедет и поеду. Какая у меня лужа тут. Надо её чем-то засыпать. А чем? Чего-то она всё больше и больше становится. Подъезжаю, говорит. Где он подъезжает? Фу, противная погода. Всё понимаешь головой, что нужны дожди, что летом их не дождёшься, они редко бывают. Ну, вот это вот. Любоваться на эту красоту, прям радости мало. Вот он, несётся. А, трёх женщин подвозил. Смотрю, окна запотевшие. Уж стала Толика подозревать. В пьянстве. А он не пьёт. Мерзкая погода такая. Фу. Я люблю дождик, когда летом. Когда жара, а потом дождик. Так хорошо. Хорошо, тоже, да. Приятно. А тут, когда вроде день, хоть солнышко. С ветром, но солнышко. На тебе. Сразу такое хмурое всё. Ой, какие глаза-то у кошки. Не пускают, да. Вовнутрь не пускают. Так. Так, не забыть бахилы здесь. А то я вечно забываю. Ну, следующее я пойду. Ну, анализы, девчонки, что сдавала, на мой взгляд, отвратительные. Я вам дома покажу. Я думаю, что у нас есть специалисты, которые скажут. Ну, и завтра записалась к доктору. Не люблю я лечиться. Ну, всё, сейчас доктор через пять минут описание сделает. Принесёт, и я свободна. Вот, смотрите. Ой, наверное, плохо видно. Начинают расцветать персики, абрикосы. Ну, что, я целый час провела в медцентре. Целый час. Толик уехал, конечно, но его же вызывают люди. А я думаю, чего я пойду-ка, я схожу на цыганский. Я его всё время зову цыганский. А он ведь называется Южный рынок-то. Это только в среду он цыганский. Рыбы хочу. Рыбы. Но рыбу-то можно только нежирную. А я нежирную-то и не люблю. Это мы будем сейчас смотреть. И надо купить сухого корма кошачьего. Потому что у меня уже кончился. А так как я сейчас ничего такого не ем, то и не остаётся ничего. Вот кошакам-то моим, которые кормятся у меня, приходят. Маску-то я так и кормлю вот этими пакетиками. Кормами такими влажными. Ну, а этим так сухой корм покупаю. Да когда чего. А там выхтит кто-то, тоже бегает. Так что пойду-дойду. Дошла до рынка. Да, в Черноморске есть кинотеатр. Я не знаю, года два, наверное. Но вот так, не знавших, хрен найдёшь. На рынке, да вот в таком углу между стоматологией и доброцем. Так что кто приедет отдыхать и не знает, вот знаете, что на Южном рынке есть кинотеатр. Так, ладно, я пойду к доброцем, зайду за кормом. Люди как закупаются. Ой, народу вечно тут. Это я гремышная. Корм, сыр, москитную сетку. Вот какой-то распылитель на бутылку. Купила, попробовала. Магазин прям разросся тут. Магазин прям много-много всего так стоит. Но... Мне это и задаром не надо. Девчонки, а что есть ещё, да? Такие места, где в долг товар отпускают. Я думала, это девяностые, начало двухтысячных, когда зарплату не платили там. Иду с рынка на улицу. Толик подъедет сейчас за мной. Мои хорошие. Мне кажется, я сейчас сознание потеряю от голода. А что, время-то уже второй час дня. А я кроме воды ничего не употребляла. Ой, сейчас хожу по магазину и прям съела бы, знаете, сырое всё. Зубами борвала. Купила рыбки. Плюнула на всё, купила стейк один в сёмге. Ну, чтобы не обожраться, чтобы себе не навредить. Вот такой тоненький кусочек. Ну, а остальное ментай. Горячо мной, любимый. Терпеть не могу эту рыбу. Вот. Сейчас приеду. Есть, есть, есть. Пить таблетки. Я ещё таблетки не пила же с утра. Ни от давления. Ни от чего. А завтра опять к десяти утра. К Сергею Антоновичу. С этими заключениями, с анализами. Ну, где он? Подъезжаю. Толик. Вон он, прилетел. Орёл степной, казак лихой. Видите, не успела приехать. Тут уже ждут. Ну, у неё такой голос ужасный. Ужас какой-то такой... Какой-то такой грубый. Хриплый. Как у меня, наверное. Да, моя хорошая? Да, от такой жизни соловьём не запоёшь. Ладно, поставила себе поесть сейчас. Надо, наверное, сначала у меня гречка стоит с кефиром. Надо её съесть. Ну, и хоть дождик кончился. Ну, ветер такой порывный прям. О, девчонки, сегодня моей маме было бы 85 лет. Каких-то два месяца не дожила. Вот у меня бабушка любимая умерла. 85 лет. Ей исполнилось. И она через два месяца умерла. А мама вот два месяца не дожила до 85. Царство небесное. Пресветлый рай. Марину сестра прислала фотографию. Мама молодой. Сейчас вам покажу. Какие молодые все, красивые. Господи, а сейчас и к зеркалу не подходишь. А если подойдёшь и думаешь, ой, кто это? Что с нами время делает, да? Ой, звонила мне женщина из Магадана. Ну, она не сказала, как её зовут. Как-то я за разговором-то чё-то и не спросила. Спросила совета, как, стоит ли в Крым переезжать. Ну, я ей своё мнение, конечно, сказала. Сказала, что нужно не летом приезжать, когда курорта, приехать зимой, снять квартирку, пожить, повариться во всём этом. И если вам это подходит, то тогда можно. А так, как мы и переехали, это, конечно, авантюра чистой воды, которая вот так и закончилась плохо. Да ещё и не закончилась. Не знаю, я такой человек, мне хочется, чтобы всем было хорошо. И, в общем-то, я и предупреждаю-то людей только потому, чтобы они ошибок не делали. Потому что кто-то приезжает, нравится, а кто-то потом убегает через полгода. Понимаете, это же дело-то такое. Сколько людей ведь, столько и мнений. Да? На вкус и цвет, товарищей нет. Ой, сейчас пойду сниму. Нарциссы-то прям цветут, цветут со вчерашнего дня уже. Сколько расцвело. Смотрите, сколько. Сколько уже расцвело. Ой, такие нежненькие. Вообще, вот первые цветы ну так умиляют. Потом уже летом как-то не так. А вот по весне, да ещё, когда вот холодно, они уже цветут. Ну, прям, ну... Красота. Видите, это прям пышным цветом цветут. Ой, смотрите. Ой, тюльпанчик уже. Ох, я, наверное, уеду, и пойдёт самая красота. Красота. Жалко. Такие мы полпасенькие. А пахнут как. Ой, девчонки. Ой, наркотик. Ой, господи. Батюшки-то мои. А я их никогда и не нюхала. Маленькие-то эти. А они вон как цветут, пахнут. Ой, какая прелесть. А я поеду и нарежу бутонов. Вот эти-то, может быть, и распустятся. Нарежу бутонов с собой. Ой, надо хоть у Кости спросить, через что полечу-то я? Через Москву или через Питер? Через Питер бы Саша бы передала цветочков. Тут вон. Вон они. Вон они, вон они маленькие. Вон, видите? Да, весна берет свое. Так, а я сейчас, наверное, буду грунтовкой покрывать. Смотрите, вот какой рисунчик отпечатался. А внутри его не будет видно. Снаружи они гладкие. Ой, вон они, вон они. Вон они маленькие. Вон они. Просто ведь вот каждый день смотрю, и все что-нибудь появляется. Ну, доделала я вот это из нефрита украшение. Такое вот с таким вот галстучком. С веточкой. Господи. Вот, оно 80 сантиметров. С галстуком получается. Все 90. Длинная. Вот, ну, если шейка тонкая, можно и два раза обернуть. Нефрит этот винтажный. Это не то, что сейчас на Алиэкспрессе делают, неизвестно из чего. Камни. Камни. Ну, не все, но многие. Что не определить, что за камень. Это вещь еще советских времен. Навернула. Навернула. В Россию на материк. Ну, а теперь вот такая вот красота. Сатуар. Метр. Метр тридцать длиной. Это вот из таких вещей, которые я люблю, чтобы интересно было разглядывать. Тут кварцы. Агаты. Перламутр. Солнечный камень. Даже лава есть. Тонированная. Розвенькая. В общем, стекло хорошее. Крокле. Стекло. Камни всякие тут. И гавлиты. И вот агаты тоже. И вот еще солнечный камень. В общем, чего только нету. Вот такое вот стекло. Хорошенное. Ну, это, наверное, не мурана, а лэмпорк. Ну, хорошее все, хорошее стекло. Вот. И получается вот такой вот тоже галстучек. И я сделала... Господи. Это самое. Ласточку еще с камушками подвесила. То есть можно... Можно вот так сделать. Будет вот так. Ну, мне очень нравится. Надо еще что-нибудь такого типа сделать, другого цвета. Это... Что получается вот два таких элемента на груди. Прям. Прям шамахамская царица. Вот. Это все тоже розовые разных... Короче, розовые разных оттенков. Ну. Вот я такими вещами прям горжусь. Вот честно. А то пишут, почему шапочков нету. Куда тут еще шапочки, милые? Какие шапочки? Это будет колхоз. 40 лет без урожая. Итак, фурнитура навалом. Ну вот. Я вам доложилась, что я сделала. Так. Сатуару из нефрита я сделала еще и серьги. Вот такие. Так. Еще вот такие серьги тоже из нефрита. С такими вот девушками. Так. И вот такие вот серьги. Остались у меня две бусинки мельхиоровых. Ни туда, ни сюда. Думаю, надо сделать серьги. Они не тяжелые. Ой. Господи, эта пыль откуда берется? Господи, не могу на этом манекене. Пошла в свой дом. Не могла найти вот эти штуки. Палец колоть. Думаю, куда убрала? А оказывается, на лестнице, на второй этаж, коробка эта лежит, меня дожидается. Ну, и заодно нашла вот такие коннекторы, соединители. Девочки, это не пластмасса. Это кость. Или рог. Не знаю. Но факт, что это натуральный материал. Так, и нашла пинов. Ну, немного, но длинные, с колечками. Можно еще сделать сатуар. Вот, прям напрашивается. Ну, какой-нибудь коричнево-зеленый. Или желто-коричнево-зеленый. Что-нибудь эдакое. Ну, как полезно ходить иногда. Туда, где давно не была. Нашла банку. Быстросохнущая. Грунтовка универсальная. Попробую покрашивать. Достая такая. Старая. И, значит, я покрашиваю. И, значит, я покрашиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы все было хорошо Чтобы не болели, не грустили Пусть все будет замечательно У нас, у всех Ладно? Не подводите меня Хватит меня Болящий Ну и что? Хорошего вечера, спокойной ночи Ну и завтра увидимся Завтра мне к десяти часам К врачу ехать Так что, мои дорогие До свидания Пока-пока Пока всем! Я вас обнимаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok